Девушки отдыхают Ну а ближайшие 10 минут дневного разворота мы хотим продолжить эту культурную тематику и поговорить о Доме Витберга. Буквально на днях мы прочитали интересное сообщение в сообществе Центра развития туризма Кировской области, сообщество ВКонтакте. Я имею в виду, речь идет о том, что команда, сотрудники Центра развития туризма рассматривают возможность открытия Дома Витберга для публичного посещения. Сотрудники планируют, что пока встречи будут проходить в тестовом режиме, хотят найти удобные формации для гостей нашего города и жителей нашего города. И все это приурочено к 650-летию, которое будет отмечаться, напомним, в этом году наступившем. Сейчас узнаем все подробности у Руслана Мамедова, руководителя Центра развития туризма Кировской области. Руслан, добрый день. Подключили мы, Руслан, мы пока не можем понять, но договоренность была. Я думаю, что это произойдет, если не в ближайшие секунды, то спустя минуту. Вообще начало года наполнено какими-то такими идеями, тенденциями, планами, которые собираются реализоваться, различные учреждения в 2024 году. Как тебе новость, кстати, по поводу того, что страны СНГ, жители страны СНГ будут лакомиться бананами с логотипом 650-летия Кирова? Так как бомбическая новость, я до сих пор под каким-то впечатлением нахожусь. А, в смысле, в связи с чем? С тем, что там вот этот логотипчик? Логотипчик, да, бананы из Эквадора, да, представляешь, они... Накануне было сообщено, что они прибыли в порт Санкт-Петербург, и сейчас они будут расходиться по магазинам. Сама по себе идея просто феерическая, да, бананы. Только вот ты часто смотришь на эти штучки? А, что там наклеено непосредственно, откуда это все происходило? Либо снимают, не глядя, либо просто шкурку чистишь, где-то там остается вот эта пимпочка-наклейка. Просто насколько она будет отличаться от, посмотреть, вот от той, которая обычно, да, то есть чтобы люди действительно на это внимание обращались, такие, вау, любя ей Кирова. Да, вот житель какого-то государства дружественного нам, да, купит этот банан и будет наблюдать Киров, так, простите, 650 лет. Откуда это, в связи с чем? Это бананы вроде из Эквадора, из Южной Америки. Ну вот полезет, посмотрит. Ну, сама по себе новость, конечно, да, очень и очень привлекательная. Я, кстати, недавно общалась с человеком, который очень много лет живет на Балканах, и, представляясь, сказала, что я из Кирова, и он на несколько секунд замешкался. То есть первый вопрос желания, а где это, да, узнать? Нет. Или знает человек? Ну вот как ты думаешь, что он сказал? Ну, много всяких на ум приходит. Да нет, одно только на ум приходит. Вятка, что ли? А что так сразу? Я говорю, да. Ну, конечно же, она самая вятка. Вот, это я к тому, что, может быть, надо было наклейки в двух каких-то видах делать. То есть для тех, кто знает Киров, и для тех, кто знает вятку. Да, да. Так, подключаем мы к нашему разговору Руслана Мамедова, руководителя Центра развития туризма Кировской области. Руслан, добрый день. Добрый день. Добрый день, Владимир. Добрый день, Дарья. Добрый день, радиослушайте. Времени буквально у нас 5-7 минут, так что быстро хотим поговорить о том, что задумала команда ваша, команда Центра развития туризма Кировской области. Каким образом вы хотите, простым языком выражаясь, быть ближе к народу и к гостям нашего города, и непосредственно к кировчанам? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Смотрите. Дело в том, что это здание, очевидно, является одной из жемчужин архитектурных и культурных нашего города. Я думаю, здесь никто спорить не будет. И за 7 месяцев работы нашей новой команды мы собрали обратную связь, в том числе от гостей нашего города и от гостей нашего центра. У нас были так называемые инфатуры, приезжали как раз коллеги из других городов, мы их принимали именно в Центр развития туризма. И каждый день я вам хочу сказать, что заходят 1, 2, 3 человека, 5. У нас же здесь туристко-информационный центр еще размещен. Поэтому очень большой интерес у гостей города и, мало того, даже у кировчан. Потому что мы знаем, что те же прогулки по Кирову, они обязательно подходят к усадьбе, фотографируются, рассказывают, показывают памятник Александру Лоренчу Витбергу. Но вот внутрь усадьбы никто не заходил. А на самом деле, когда люди посещают эту усадьбу, нам задавали очень много вопросов. Почему вы не делаете здесь экскурсии? Почему вы не делаете какие-то встречи или лекции, или лектории? И мы решили на самом-то деле вспомнить старый опыт, он был 8 лет назад, когда в этом доме, в общем-то, и зимние лекции читал Антон Сергеевич Касанов. Вот вчера мы с ним об этом разговаривали, об этой возможности. Происходили лектории, например, в Дни романтики в прошлом году. Здесь прекрасно прочитала совершенно об Александре Степановиче Грине свою лекцию, Ксения Станиславовна Лицарева. Все дело в том, что мне кажется, что эти форматы будут востребованы, а людям будет очень интересно посетить уникальное архитектурное и туристическое место на карте города Кирова. Руслан, а вот этот опыт будет распространяться только на юбилейный год, или вообще вы, в принципе, хотите открыть двери дома? Ну, вы знаете, юбилейный год как нельзя лучше, чтобы какие-то инициативы реализовать. Во-первых, это и в общей повестке, и как-то очень торжественно, и, ну, просто как-то вот тут совпало все. И дело в том, что все зависит от того, насколько люди будут, насколько эти форматы будут востребованы. Мы попытаемся, может быть, это сделать выходные, тем более мы это делаем сейчас, потому что с 11 мая будет работать проект, очередной проект уже под юбилейным, скажем так, соусом, как бы это ни звучало, пешеходная спаска, понимаете, да? А дом Витберга, он возвышается над этой пешеходной спаской, и, возможно, около него даже будет какая-то сценическая площадка на улице. Поэтому люди будут заходить в субботу и воскресенье в дом Витберга, так очень часто бывало. Они подходили к нам, получается, в прошлый год, подходили к дверям, а, знаете, как говорят, избушка на клюшке. Это не очень хорошо. Мы постараемся что-то сделать такое, чтобы как минимум 40 минут или полтора часа люди здесь провели и получили для себя ценную информацию, что-то узнали о городе, что-то узнали о знаменитых построяльцах этой усадьбы, которые, кстати, мы очень часто упоминаем и легко конвертируем, так сказать, и Герцен, и Салтыков-Щедрин, и Наталья Николаевна Ланская, и сам Ларинч Витберг. У нас теперь висят портреты этих всех обитателей, кого-то по своей воле, кого-то не по своей воле этой усадьбы. И мы можем многое что рассказать об этом. Ага, Руслан, смотрите, прикидывали уже примерно, не помешает ли это работе сотрудников центра? Да, мы прикидывали, и это очень важный аспект. Вот в субботу, воскресенье, наверное, не очень помешает, если вы поняли, что я сказал о выходных. Во-вторых, конечно, есть еще и вторая сторона медали. Вот еще буквально вчера, позавчера мы эту новость, скажем так, озвучили, но вот есть и другой момент. Все дело в том, что нашим учредителям принято решение, в общем-то, перевести в дом Витберга и дирекцию 650 лет. Понимаете, это 11 человек дополнительно. Сейчас она находится, напомним, на Динамовском проезде, да? Да, и вот решение принято, и вот мы должны немножко, так сказать, уплотиться и потесниться. Надеемся, что будет в тесноте, да не в обиде. И, конечно, вот эти наши планы, будем так говорить, культурологического аспекта или культурного аспекта, они, наверное, каким-то образом претерпят изменения, потому что людей здесь будет больше. Но, с другой стороны, нам кажется, что Центр развития туризма и дирекция 650-летия, будучи рядом, она будет активно взаимодействовать, два учреждения активно взаимодействуют. И вот на финальном треке, на выход уже к юбилею, и весной, и летом, я думаю, что, может быть, от этого соседства даже будет и польза большая. Потому что очень много вопросов пересекается, требует мгновенной координации. И прямо сейчас я с вами разговариваю из Дома Витберга, где прошло совещание большое, несколькочасовое, под представительством Дмитрия Александровича Курдюмова. И хочу вам сказать, что где-то вот отклики этой инициативы, они, конечно, найдены, безусловно. И, в общем-то, наверное, это ценная какая-то с нашей стороны идея. Но в любом случае, после каких-то тестов, после того, как все это произойдет, будет решать, конечно, и собственник, это правительство Кировской области, Министерство имущества. Это будет решать наш учредитель Министерства спорта и туризма Кировской области. Поэтому, если этот опыт будет положительным, мы, безусловно, доложим. А принимать решения, конечно, уже будут наверху. Руслан, еще есть полторы минуты. Наверняка уже формируется список гостей, которых вы могли бы приглашать на встречи с горожанами, с гостями города. Но хотелось бы, чтобы это были представители разных направлений, история, литература, музыка. В правильном направлении, я мыслю. Вы абсолютно в правильном направлении мыслите. И первая встреча, конечно, будет это с нашими коллегами, с туроператорами. Это будет с гидами, с экскурсоводами. Тем более, что программа аттестации гидов-экскурсоводов возобновляется в городе Кирове. Именно в конце февраля начнутся экзамены, аттестации. У нас, напомню, всего лишь пять аттестованных гидов-экскурсоводов, среди которых ярчайший представитель, та же Светлана Дождевых, которую мы с вами очень хорошо знаем, она тоже будет в аттестационной комиссии. Поэтому мы пока будем рассматривать вообще варианты. Все пока будет на благотворительной основе, на бесплатной основе. А если потом мы найдем форму монетизации, что, кстати, позволяет на нашем учреждении, у нас автономное учреждение в любом случае, то тогда мы постараемся сделать это на каких-то таких общих основаниях, которые происходят на самом деле и в кафе, и везде ведутся лекции. Люди платят небольшие деньги, но, тем не менее, вход может быть каждому обеспечен по возможности своей. Спасибо. Благодарим вас за комментарии. В общем, следим за новостями. В первую очередь в сообществе ВКонтакте. Центр развития туризма. Информируйте. С радостью откликнемся, подхватим. Спасибо вам за внимание. Приходите к нам. Встретим как родных. Благодарим. Руслан Мамедов, руководитель Центра развития туризма Кировской области, был с нами на связи. На этом пора ставить точку в сегодняшней программе «Дневной разворот». Следующий разворот слушайте в четверг, начало в 12.05. Дорида Пузлеева. Владимир Смутанин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова